Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. КФУ получил грант Российского научного фонда и Министерства сельского лесного и рыбного хозяйства Японии. На базе Центра цифровых трансформаций КФУ появится студенческое конструкторское бюро. В униклинике КФУ прошла онлайн-конференция по вопросам лечения опухолей. 19 мая состоялось совещание Совета ректоров вузов Привовского федерального округа. Участие принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Совещание прошло дистанционно, по видеосвязи. Основным вопросом на обсуждении стала оздоровительно-спортивная деятельность не только в условиях пандемии, но и в целом. Представители вузов подвели итоги физических занятий и спортивных результатов студентов за время карантина. Подробнее об этом вы узнаете в нашем следующем выпуске. А теперь к другим новостям. В Казанском федеральном университете продолжается акция по раздаче продуктовых наборов студентам, оставшимся в общежитии на самоизоляции. Чтобы поддержать студентов, ректор Ильшат Гафоров поручил организовать акцию по раздаче продуктовых наборов. Смотрим наш репортаж. В Казанском федеральном университете продолжается раздача продуктовых наборов иностранным и иногородним студентам, оставшимся в общежитиях университета на период самоизоляции. С целью поддержать студентов в это непростое время ректор Ильшат Гафоров поручил организовать акцию по раздаче продуктовых наборов. 14 апреля была организована первая раздача. Мы очень благодарны правительству республики Татарстан, очень благодарны нашему универу за такую помощь. Ректору ему отдельное спасибо за такое внимание. И эта помощь, она действительно весомая для нас. Это очень важно для тех ребят, кто здесь остался. Большое спасибо. 19 мая вот уже в четвертый раз свои продуктовые наборы получили обитатели общежитий студенческого кампуса в деревне Универсиады. По просьбе ректора Ильшата Гафурова, президент Татарстана Рустам Мениханов включил КФУ в список поддержки нуждающегося населения. В этот раз в коробках с наборами студенты нашли килограмм риса, макароны, подсолнечное масло, сгущенку, 2 килограмма муки, черный чай, вафли, сахар, консервы, конфеты, горох и сухари. Забирают свои продуктовые наборы студенты строго в масках и перчатках, соблюдая дистанцию. Такие меры приняты, чтобы обезопасить как обитателей общежития, так и работников. Конечно, это, безусловно, оказана огромная помощь от университета. И хотелось бы от лица всех студентов выразить огромную благодарность. Вот, это очень нам помогло в такое тяжелое время. А почему тяжелое? Ну, во-первых, из-за карантина. У многих ребят очень плохая ситуация с финансами, так как они не могут работать. Напомним, что ранее ректор Ильшат Гафуров заявил, что раздача продуктовых наборов – это не разовая акция. Она будет продолжаться до окончания режима самоизоляции. Также ректор поручил снизить на 50% стоимость товаров личной гигиены в магазине и деревне универсиады. Все это сделано для того, чтобы поддержать студентов в это непростое время. Лев Диденко, Велета Басова, Универ Ньюс. Научный потенциал Казанского федерального университета не знает границ. Уже во второй раз КФУ получает грант Российского научного фонда и Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии на развитие собственного проекта. Все подробности далее. Российский научный фонд подвел итоги совместного российско-японского конкурса, в котором принимали участие специалисты всех научных областей, предусмотренных классификатором РНФ, в числе победителей конкурса и коллектив из Казанского федерального университета. Речь идет об очень интересном направлении, о подходах для разработки новых линий клеточных для биотехнологических целей с использованием генов очень интересных экстремальных организмов. У нас есть несколько любимых объектов, там камар, который высыхает и так далее. До настоящего времени мы были так сфокусированы на понимании, как работает вот этот механизм генетической устойчивости в нескольких видах животных. Теперь мы решили сделать, в общем-то, такой очень концептуальный шаг вперед, сделав систему массового внедрения генов из вот таких вот экстремальных организмов в модельные клеточные культуры. То есть это единовременный скрининг десятков тысяч комбинаций генов из разных организмов с целью поиска того варианта, который позволит улучшить качество клеток млекопитающих и насекомых, которые используются для биотехнологии. И здесь у нас такой же интересный подход, он гранд двусторонний. Японские коллеги собирают свои чемпионы по выживанию в Японии, мы российские, и создаем такую систему, которая позволит вот таким вот массовым ненаправленным модификациям генома выбирать комбинации генов из разных организмов, которые вместе в совокупности дают новые уникальные свойства. Ученые Казанского федерального университета представили сложнейший проект, результат которого достал чок целому ряду исследований. Очень интересно, что на японской стороне рецензенты, они отметили, что это крайне интересный проект, его стоит, он очень рисковый, но его стоит попробовать, потому что именно так и делается наука. Как нам написали в рецензии, это крайне приятно. Отметим, что начиная с 2017 года Российский научный фонд и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии поддержали 11 российско-японских проектов. Два из них – проекты Казанского федерального университета. Результаты опроса выпускников КФУ показали высокий уровень удовлетворенности освоенными компетенциями. Анкетирование проводилось в апреле-мая текущего года в ответ на запрос от Миноборнауки России. Выборочная совокупность опрашиваемых составила 1391 человек. Из них окончивших бакалавриат 68%, магистратура 29%, аспирантуру 3%. 89% опрашиваемых проходили очное обучение. А теперь к другим новостям. В университетской клинике Казанского федерального университета прошла онлайн-конференция по вопросам диагностики и лечения доброкачественных опухолей у женщин. Все подробности в следующем сюжете. 15 мая в университетской клинике Казанского федерального университета состоялась онлайн-конференция, посвященная вопросам диагностики и лечения миомы тела матки. На открытии конференции выступили главный врач униклиники КФУ Сергей Осипов и заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Эльмира Галимова. Но и соседние регионы, такие как Башкирия, Чувашия, они тоже подключились и поэтому членство в конференции нашей достигло более 200 человек. На конференции обсудили альтернативные методы лечения доброкачественных опухолей у женщин. Современные подходы позволяют избежать хирургического вмешательства. Сейчас уже вот такая полостная, такая калечащая хирургия, она постепенно уступает место более щадящим, более консервативным методам. Это дает возможность первое сохранить репродуктивную функцию женщины и с другой стороны это улучшает качество жизни. Главной целью конференции стал обмен профессиональным опытом и знаниями. Конференция прошла в формате интерактивных лекций, мультимедийных презентаций совместно с прямыми трансляциями из операционных. В 2020 году на базе Центра цифровых трансформаций КФУ появится студенческое конструкторское бюро. Об этом рассказал в интервью на телеканале Универ ТВ доцент кафедры радиофизики Дмитрий Чекрин. Подробности в следующем сюжете. Нам нужны люди, которые хотят учиться. Вот из этих людей будет создано студенческое конструкторское бюро, которое воспринимает конструктивную критику и которые не хотят овладеть каким-то продуктом Data Science, чтобы через 90 дней стать, а которые хотят понимать суть вещей, которые хотят понимать, что они делают и главное, для чего они это делают. Бюро расположится на цокольном этаже здания КФУ на Бутлеровой 4. Площадь цокольного этажа, это огромная площадь, тысячи квадратных метров. Там уместятся все, там есть оборудование, аппаратура, которая позволяет делать любые вычисления, сложная техника, которая позволяет словно говоря, что-то спаять, полный интерактив, для того, чтобы эти люди могли работать в той области, которую они хотят. Набор в студенческое конструкторское бюро начнется уже в новом учебном году. Начиная уже с момента нормализации обстановки, ну, видимо, это уже начало осени, мы, по сути, начнем полноценный рекрутинг, мотивирующие презентации, постоянные организационные собрания среди студентов, молодых сотрудников Казанского Федерального Университета. Камиль Гемоздинов, Универньюз. На этом все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok